Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Хоть кто-то еще год назад мог сказать, что нечто подобное будет. Ну ладно, может быть не год назад, а давайте вот два года назад. В 2000, ну получается, то ли в 18-м, то ли в 19-м году. Вот возьмем где-то вот такой промежуток. Хоть кто-то мог сказать, что один КРМП-проект по подписчикам в своей группе ВКонтакте обгонит все остальные. И по-моему, насколько я могу знать, опять-таки, я не утверждаю, по-моему, даже Аризону они обогнали. Ну, то есть, кто они? Это Блэк Раша. Вот сегодня у нас пойдет разговор как раз-таки про это. Про Блэк Рашу и про Сантропе, которые недавно Блэк Раша таки обогнала, набрав больше подписчиков в своей группе ВКонтакте. И вообще, для чего создаются группы ВКонтакте у всех вот этих вот, знаете ли, серверов, будь то КРМП, или там GTA Samp, или там МТА, или вот просто там у них какой-то свой лаунчер, они там закачивают все вот эти вот прочие вещи. Он создается для того, чтобы держать аудиторию, так сказать, в каком-то одном месте. Для того, чтобы ты писал об обновлениях, и все люди с этого проекта, они сразу видели вообще, что ты обновил. Допустим, там, я не знаю, добавили машины, там, 40 машин. И в группе ВКонтакте, разумеется, все это разместить будет куда удобнее. И это уже, так знаете, отлаженная практика. Обычно, там, знаете, когда-то давно Samprp писали все это на форуме. Тогда еще даже, знаете, Вячеслав Иваньков, по-моему, все это писал. Это вот, если мало ли кто-то не знает, специальный администратор Samprp был. И вот так. А потом все это уже начали писать в группах ВКонтакте всех вот этих вот проектов, серверов и всех-всех прочих вещей. Хотя, каких прочих вещей, если только мы тут говорим про GTA-сервера. Не особо важно. Однако, вот понимаете, в чем дело? Изначально, Samprp был топ-одним проектом. То есть, во всем этом GTA-сампе, во всей этой, можно сказать, GTA-индустрии, он был топ-один. И, действительно, не виделся какой-то конкурент вот ближайший. То есть, вообще было ничего непонятно. Они просто тихо там разрабатывали свои обновления, закупали каких-то ютуберов. И, если честно, то я вспомнить могу из самых ярких. Это только мистера Алина. И то, вы знаете, как я помню мистера Алина, я его помню, потому что у него есть мечта пожать руку Долорензи. Вот я на полном серьезе, он в каком-то из видеороликов это говорил. Мол, там, давайте наберем много подписчиков, потому что у меня есть мечта пожать руку Долорензи. Я смотрел, думал, чел, какие же у тебя вот мечты какие-то переземленные. Свяжись со мной ВКонтакте. Или пусть мои люди свяжутся с твоими людьми, и рукопожатие с Долорензи перестанет быть проблемой. Станем честны. То есть, договоримся, там, может быть, ты вообще в Питере живешь, да, мистер Алина. И это не проблема, просто там приходишь в какой-нибудь вес рэп, там, видишь всех, там, Хованских. Хотя Хованский вроде с ними поссорился. Ну, в общем, там все Юлик, там, Энн Мастеров, там, Долорензи, там все, в общем, приходишь и просто жмешь им руку, уходишь. Все, то есть, даже ничего не говоришь, просто такой, Денис Долорензи, да, вот все, жмешь руку и уходишь. То есть, вроде того, вот именно так я знаю весь этот Сантропе. Но потом, вдруг, откуда ни возьмись, появилась Блэк Раш. Блэк Раша, изначально, сколько я знаю, она вообще не представляла никакой угрозы. То есть, ну, открылся какой-то проект, да, ну, таких проектов открывается много, каждый день. Ну, или, там, почти каждый день, каждую неделю, можно сказать. И все они, так или иначе, закрываются, долго не прожив. Но тут Блэк Раша показала то, что она вкладывает, или, вернее, будет сказать, разработчики Блэк Раши вкладывают большие деньги в развитие всего этого проекта. И потом, вот, что мы получили по итогу. Сейчас у них сколько серверов? Ну, примерно дохуя. И Блэк Раша, на самом деле, стала топ-одним проектом в GTA CRMP. И если брать всю мобильную индустрию, по данным журнала LifeMobile, я даже сейчас в него зайду. Я, к сожалению, дебил сразу не могу подготовиться. То есть, все приходится делать во время съемки. Я это даже вырезать не буду, чтобы ролик был 8 минут. И сейчас у Блэк Раша, как я понимаю, 10 серверов. И вот в будний день, в понедельник, какое-то число, 8 февраля, у них 9993 человека. Разумеется, на скриншоте все это будет, там, знаете, человек, может быть, 2500, там, или вроде того. Потому что монтируются все видеоролики практически ночью. И вот по-другому никак все это не происходит. И то есть, получается, что с Сантропэ допустили рост конкурента. Но они тоже, знаете, на месте не сидели. И у них теперь есть Боровиха РП. То есть, это проект в GTA CRMP, который почему-то даже в мониторинге во всем этом не числится. Почему так происходит, я не особо понимаю. И, по-моему, мне говорили, что можно на официальном сайте Боровиха РП посмотреть их онлайн, насколько я знаю. Сейчас посмотрим, там, можно это сделать, нельзя это сделать. То есть, в самом деле, посмотрим, что вообще там происходит. Нет, тут просто одностраничный сайт, в котором можно просто нажать, начать игру, и все. И у нас все запустится. Я не знаю, где можно смотреть вообще онлайн-мониторинг всей этой Боровихи мобайл. Потому что без понятия. И в группе ВКонтакте у них ничего нету, и на сайте у них ничего нету, и так далее. Кстати, в группе ВКонтакте у них 188 тысяч подписчиков. А в Блэк Раше, как вы можете понять, вот я так долго ко всему этому подводил, чтобы просто сказать, что в Блэк Раше 240, ну, наверное, уже 4. Давайте округлим. 244 тысячи подписчиков против Боровихи РП, в которой 188 тысяч подписчиков. То есть, представляете, подписчиков в группе ВКонтакте, как вот, я не знаю, у меня меньше. Если взять все мои соцсети, сколько у меня там подписчиков, и умножить на 2, то есть, уже не дойдет. А тут проект в ГТАК РМП на телефон, и такие подписчики, такая сумма подписчиков в группе ВКонтакте. И ты смотришь, думаешь, ммм, not bad, а вы, так знаете, неплохо сделали-то это все. Ну, молодцы вроде как. Тем не менее, Блэк Раше, она, знаете ли, бьет все рекорды. Она откуда-то, откуда ни возьмись, ворвалась. И просто, видимо, у них максимально, такая, знаете, лояльная рекламная компания. Потому что даже они мне предлагали все это сделать. И пиар-менеджер у них, мое почтение, господи, как же замечательно общается. Я не знаю, как там вообще в работе, как там рабочие все эти моменты обстоят. Но я думаю, что там все с этим, так знаете, замечательно. И просто, вот, вроде того. Потому что пиар-менеджер, вот прям, я не знаю, мое почтение, общается вот прям замечательно. То есть, ты прям чувствуешь, что человек как-то заинтересован в тебе, причём они мне писали, вот, она, она, ну, то есть, я говорю от лица BlackRush, но писала там не она, Анна, по-моему, её зовут, если что, я извиняюсь, если неправильно произнёс имя, сказал там вообще не то имя, сказал и так далее, то есть, вот прям, вот, несколько раз мне писали, я говорю, типа, да нет, да я с резоной РП работаю, они такие, блин, ну, тогда ладно, а потом ещё раз пишу, ну, чё там, ну, как, нормально всё, говорю, блин, так я до сих пор с резоной РП работаю, и потом, по-моему, ещё раз был, я не понял, то есть, вот, вроде того, у нас, блики, это вот идёт все разговоры, и так далее, однако, вот так вот, BlackRush, если там ещё интересует какое-то рекламное сотрудничество, там, ну, сами понимаете, туда-сюда, то, разумеется, пишите, там, всё обсудим, сейчас у меня провода просмотров не особо много, но, как вы понимаете, со временем их может быть намного больше, поэтому, ну, не теряйте время, не теряйте момент, и уже, так знаете, начинайте мне писать в ВКонтакте, там, и добавляйте меня, кстати, в друзья, вот, это вот, к остальным людям, смотрящим данный видеоролик, добавляйте меня в друзья, у меня ВКонтакте будет скоро тысяча друзей, и на на Ютубе 5 тысяч подписчиков, я надеюсь, что у меня будет 5 тысяч подписчиков, потому что я просто не могу, я сижу, думаю, блять, да как же это всё происходит, что, почему, почему оно всё вот так вот, непонятно особо, однако, ладно, я играл на проекте Arizona Rollieplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой провокод, а также все, там, последующие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, ознакомьтесь со всей информацией, там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, и все прочие вещи там также есть, всем спасибо за просмотр, всем пока, и до свидания, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok